В эфире программа Радио Свобода В Вильнюсе 11 июля начался двухдневный саммит НАТО. Самой значительной угрозой безопасности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию. Союзники также одобрили самый всеобъявляющий план обороны с момента окончания Холодной войны. Он направлен на противодействие двум основным угрозам, с которыми мы сталкиваемся – России и терроризму. Согласно новым планам, НАТО намерено иметь 300 тысяч военнослужащих высокой степени готовности, включая значительные военно-воздушные и военно-морские силы. Перед саммитом более 20 членов Альянса поддержали стремление Украины вступить в НАТО. Против немедленного присоединения выступила Германия. США считают, что Украина не готова вступить в НАТО, но Вашингтон может дать ей гарантии безопасности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе Радио Свобода напомнил, что лучшая гарантия – участие в НАТО. Мы не отдадим членство в НАТО за любые обещания. Потому что все понимают, и партнеры тоже, что самая сильная, самая мощная гарантия того, что в Европе не будет больше войны – это членство Украины в Альянсе. Все остальные гарантии безопасности – это хорошо, но ничто не заменит членство в НАТО. Страны НАТО пока не пригласили Украину в Альянс, но согласились сократить процедуру вступления для нее до одного этапа, сообщил Йенс Столтенберг. Мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требования о предоставлении плана действий по членству. Это изменит путь вступления Украины в НАТО с двухэтапного на одноэтапный. Мы также дали понять, что направим Украине приглашение вступить в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены все условия. До начала переговоров президент Украины Владимир Зеленский покритиковал коммуникет саммита. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины. И когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об условиях даже для приглашения Украины. Зеленский предположил, что неготовность союзников пригласить Украину в НАТО оставляет возможность для торга с Россией. 12 июля начал работу новый Совет Украина-НАТО, который станет площадкой для консультаций в кризисных ситуациях. Совет будет возглавляться мной, генеральным секретарем НАТО, и я могу созывать Совет таким образом, что отдельные союзники или члены Совета не смогут заблокировать это решение. Он также может быть созван отдельными государствами-членами для проведения кризисных консультаций. Так что если президент Зеленский захочет созвать заседание Совета НАТО Украина, он может это сделать. Украинский президент так обозначил главные темы переговоров в Вильнюсе. Первое – это комплекты вооружений, новые комплекты вооружений для поддержки нашей армии на поле боя. И это первое. Второе, я думаю, приглашение в НАТО. Сегодня мы слышим, что мы получим это приглашение, когда позволят меры безопасности. Да. Поэтому я хочу обсудить с нашими партнерами все эти вещи. И третье. Мы сегодня будем говорить и бороться за это. Это гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Во второй день саммита, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководителями Германии, Франции, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании. Все они обещали дополнительные поставки вооружений. Страны-альянсы согласовали долгосрочную программу военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов в год, направленную на модернизацию армии и переход на стандарты НАТО. По итогам переговоров Зеленский рассказал о перспективах. Мы станем членами НАТО, когда действительно появятся соответствующие условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле. А вот у Швеции шансы на вступление в НАТО выросли. Турция разблокировала заявку Стокгольма после того, как шведская сторона пообещала поддержать вступление Турции в Евросоюз и не оказывать поддержку организациям, которые Анкара считает террористическими. Ну вот такая общая картина саммита. Еще есть что сказать и добавить. Олег Степанов с нами. Олег, пару слов об атмосфере в Вильнюсе, если можно. Как-то заметные меры безопасности. Как там концерт в поддержку Украины, акция в поддержку Алексея Навального. В общем, вот какая там атмосфера в центре мировой политики у вас сегодня? Так, микрофон включите. Простите, теперь меня должно быть слышно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я плохо подготовился к этому репортажу. У меня нет с собой кадров, но могу немножко рассказать. Да, для Вильнюса это, безусловно, очень важное событие. В городе приняты большие меры безопасности, Литва даже в целом. Как страна восстановила внутренние границы со странами ЕС. В Вильнюсе перекрыто несколько районов, достаточно много полиции. Но не сказать, чтобы это была какая-то гнетущая атмосфера. Скорее, те, кто мог поехать на природу в эти дни, например, кому работодатели позволили, те выехали куда-то отдохнуть. Все дома вокруг были забронированы. Об этом пишут в местных новостях. Если говорить про политическую сторону, чуть-чуть отвлечься от этих веселых бесед, то, наверное, два главных таких события, которые вызвали какое-то активное участие людей на улицах, это, конечно, концерт, митинг в поддержку Украины. Куда пришел и Зеленский, и президент Литвы на уседа. И это, конечно, выступление Байдена, открытое, которое сегодня в 16.30 началось. Очень хотел туда попасть, к сожалению, не смог, потому что там выстроилась еще за несколько часов до многокилометровая очередь. В целом, если говорить о том, что происходит в Вильнюсе, например, ближе к российской повестке, если мы говорим про арт-объект, если его так можно назвать, ШИЗО, то есть модель ШИЗО, в котором сидит Алексей Навальный, который путешествует по разным городам. Сейчас этот объект находится в Вильнюсе. Ну, наверное, как и в ряде других городов, до этого были небольшие провокации. Во-первых, его кто-то попытался поджечь. Во-вторых, здесь есть такая группа россиян. Часть из них раньше придерживались, скажем так, взглядов из серии «Крым наш» и так далее. А сейчас вот они бегают, пристают к волонтерам, которые рассказывают о том, что происходит с Алексеем Навальным. Ну, не то, чтобы это какие-то самые главные события. В целом, люди реагируют позитивно, спрашивают, интересуются, активно жертвуют деньги на деятельность ФБК. Вот, наверное, примерно так я могу ответить на ваш вопрос. Да, Олег, спасибо. Ну, давайте мы теперь пойдем по сути случившихся, происшедших событий. Андрей Андреевич Пенковский тоже с нами. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ну, вот я бы обратил внимание на первое заявление Владимира Зеленского, которое назвало слабостью отсутствия готовности НАТО пригласить Украину в альянс или сделать ее членом НАТО. Было такое, ну, вот с другой стороны, комментаторы считают, что принять Украину сейчас или, так сказать, сделать какое-то жесткое приглашение, значило рисковать чуть ли не вступить в войну в Россию, с Россией путинской. Значит, вот искался компромисс. Каким вот в этом вопросе он, на ваш взгляд, получился? Ну, на рациональном уровне я бы охарактеризовал результат этого саммита как позитивный для Украины и для победы Украины. Кстати, сейчас еще продолжается пресс-конференция Зеленского. Вот последний вопрос, который я успел застать при включении. Меня спросили, считаете ли вы, что этот саммит приблизил нас к победе Украины? Он твердо ответил да. Но на эмоциональном уровне, конечно, большое разочарование вызвало один момент в заключительном коммунике. Вот, собственно, его и выделил Зеленский в этом знаменитом твите, которому он выразил вообще еще свои возмущения. Ну, есть эта цитата из заключительного коммунике НАТО. Там говорится, что Украина будет принята, будет принята, когда все страны согласны. Ну, это банальность, конечно, требуется и нагласное принятие. А затем такая, такие слова, and conditions are met. То есть, вот повторяется старая лживая песня о том, что Украина еще не выполняет каких-то высочайших критерий, которые должны отвечать члены этого великого клуба, и поэтому ей еще надо поработать достаточно над домашним заданием. Собственно, этой фенечкой Запад прикрывался 15 лет, начиная с 2008 года, когда Украине было отказано в ПДЧ, но отказано было по очень простой причине. Ну, потому что принять Украину в НАТО, значит, взять на себя обязательства по статье 5, и в случае агрессии России, а уже с 2014 года это не случай, а реальность, это означало бы, что страны НАТО готовы на украинской земле сражаться и умирать рядом с украинскими воинами. На это, конечно, никто не был готов. Ну, кстати, в Украине это прекрасно понимают, и этого не ждали. Но так-то они не могли сказать, что вот мы боимся русских, и поэтому мы Украине не даем этот статус члена НАТО. А объяснение было, что вот там не выполняются большие требования, предъявляемые к кандидатам по вопросам демократии, по вопросам главенства гражданских над военными, борьбе с коррупцией и так далее. За это время НАТО успело принять ряды. Замечательные государства, против которых я не имею ничего общего. Черногорию, Албанию, Северную Македонию. Но там никаких вопросов не возникало. Что у Украины в этой сфере демократии, транспарантности, более катастрофической страны? Нет, конечно. Просто на Черногории, Северной Македонии, Албании ни при каком раскладе российские войска не могли дойти. Вот это лицемерие, оно чрезвычайно раздражало все время. И казалось бы, они сейчас, Запад от этого избавился. Вот Столтенберг, он был в Киеве несколько раз перед саммитом, он говорил очень откровенно, что мы не можем сейчас принять Украину в НАТО, потому что это означало бы, что мы должны посылать войска и сражаться и умирать. Но к этому, видимо, не только политики, но и избиратели не были готовы. И эта позиция понималась Украиной. И Столтенберг такую формулировку предложил. И Украина ее приняла реалистично. Мы примем, но он говорил практически в первый день после победы Украины. А пока, чтобы ускорить эту победу, мы примем целый набор обязательств по поставкам вооружений. Ну, фактически, и это, кстати, было сделано сегодня, фактически статус, который Соединенные Штаты представляют таким своим замечательным союзникам, как Израиль, Южная Корея, Тайвань и Япония. То есть, Main Non-Nator Line называется. Главный союзник Соединенных Штатов, не член НАТО. Не член НАТО в том же самом смысле, что американцы не берут на себя обязательства умирать рядом с израильтянами, сражаясь за них или с японцами, южными корейцами. А их, собственно, об этом не просят. И, собственно, украинцы не надеются, не приглашают к себе американские войска, но они надеются, что Запад, понимая, что Украина защищает не только себя, прежде всего весь свободный мир, восполнит эти пробелы поставками оружия. Вот. И, в общем-то, если так и продолжалось, не было бы этого напряжения такого эмоционального, которое два дня продержалось. Но вот в последние дни перед самым некоторые советники дедушки Байдена ему подсовывали вот шпаргалки. Я даже прекрасно понимаю, вы понимаете, какие же советники. И он вдруг поднял этот, казалось бы, забытый вопрос о том, что в Украину нельзя, не из нот рэди, из нот рэди, потому что она натворяет каким-то там охренительным кондишенс по вопросам демократии, транспарантности и рыночной экономики. И это пролезло даже в коммунике НАТО. Это вызвало, конечно, очень большое раздражение. Но вы понимаете ведь, с чего началась война? Путин же объявил войну не в Украине, он объявил войну в Западу, НАТО. Помните знаменитые угрозы этого стаморного замминистра? «Собирайте манатки, выбирайтесь вон». И это очень серьезно. И план был, они считали, и, собственно, американская разведка так предполагала, Киев пойдет в течение семи дней, потом, размахивая ядерной елдой, Путин выходит на границы Балтии и Польши и повторяет вот тот же требование «собирайте манатки, выбирайтесь». Вы знаете, в том состоянии с Западом моральным, которое мы с вами помним прекрасно полтора года назад, я не исключаю, да почти уверен, что Западу поддался ядерному шантажу. Сейчас Украина вернула Запад, собственно, зашивала эту мировую политику своим героическим сопротивлением и своей победой. И если вопрос о том, кто каким критерием, высоким кондишеном удовлетворяет, то это можно вопрос задать к основным государствам НАТО. Поэтому вот этот пассаж был принят в Украине, я это прекрасно понимаю, потому что я сам это лично испытываю, как украинский блогер, так я сейчас себя идентифицирую. Это было оскорбительным. Ну, второй день как-то загладил этот момент, и, в общем-то, результаты достаточно позитивные. Ну, давайте, Андрей Андреевич, давайте мы тогда продолжим, дадим слово вашему коллеге. Олег, вы как видите вот этот компромисс, который вырисовался по поводу приглашения Украины? Да, спасибо. Я не вполне согласен с коллегой. Я думаю, что здесь важны два момента. Первый. Действительно, вхождение Украины в НАТО прямо сейчас приведет к тому, что неизбежно должна начаться ядерная война. Я думаю, мало кто хотел бы такого развития сценария. Но, к сожалению, мне сложно представить, чтобы кто-то видел это как суперреалистичный сценарий. Но предоставить какие-то понятные шаги, которые нужно сделать, да, они были предоставлены. И об этом, например, сегодня говорил Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента. Он говорил о том, что Украина отлично понимает, какие шаги ей нужно сделать. Они связаны с внутренними реформами, с антикоррупционными реформами. Большая часть того, что им было предложено в 2008 году, убрана, так как отменены требования АПДЧ. И в целом, я не вполне соглашусь, что позиция Запада здесь лицемерная. Запад можно, многие западные страны можно упрекать в нерешительности, в каких-то затягиваниях, переговорах с Путиным в прошлом. Но давайте вспомним о чем. Украине отказали в 2008 году. А в 2010, когда у нас пришел Янукович к власти, собственно, результат 2 Майдана не был предрешен на самом деле. И если бы там установилась пророссийская авторитарная власть в стране НАТО, ну, это было бы, я думаю, мало для кого хорошо. И на мой личный взгляд, те опасения, о которых говорят страны НАТО, они имеют основания, это вряд ли лицемерие. Но так или иначе, мы видим, что страны Запада готовы помогать, и помогают, и эта поддержка усиливается. И, на мой взгляд, хорошо, если это все придет на данный момент к тому формату, который есть с Израилем, например, и с теми странами, о которых вы также упомянули. На мой взгляд, в целом, вхождение Украины в НАТО – это ситуация, которая выгодна не только Украине, но и России. Потому что с теми странами, которые входят в НАТО, Россия не воюет, и там не погибают и граждане России в этих бессмысленных войнах. И это, конечно, было бы очень хорошим шагом и для России, и для Украины, и, в принципе, для всего мира. Но, мне кажется, это так или иначе вопрос времени. И мы видим, что и США, и другие страны достаточно решительно настроены по этому поводу. И они это утверждают не только словом, но и делом, поставками вооружений, финансовой и иной помощью. В целом, мне кажется, что саммит, как сам сказал Зеленский, может быть, недословно, что он удовлетворен итогами. Конечно, было бы совсем замечательно, совсем идеально, если бы приняли Украину в НАТО прямо сейчас. Но это, в общем, это я уже добавляю от себя, действительно малореалистичный сценарий в силу тех обязательств, которые есть у одних стран НАТО перед другими. Я думаю, здесь еще есть важный момент в контексте того, о чем говорит российская пропаганда, которая постоянно говорит, что вхождение Украины в НАТО это угроза России, государственности и прочее. Но страны НАТО никогда не воевали с Россией. Единственный случай, наверное, военного конфликта, вот из того, что я могу сейчас вспомнить, это когда турки сбили российского летчика. Но, как мы видим и по тем событиям, и по событиям пригорженского бунта, Россия за своих летчиков не очень переживает. Забивать, убивать их там можно достаточно, видимо, с точки зрения Владимира Путина, достаточно спокойно. Так что я в целом считаю, что итоги саммита хорошие. И я думаю, что путь Украины в НАТО, он понятный, очевидный и неизбежный. Ну что ж, Андрей Иванович, поступили некоторые возражения на вашу позицию. Во-первых, может быть, вы что-то добавите. И во-вторых, мы видим действительно дальнейшие шаги по этому пути. Там согласовали программу поддержки для Украины, создан вот этот совет НАТО Украина. Возможно, это тоже важная, так сказать, деталь. Ну и вот отмена плана действий по членству, видимо, тоже упрощает для Киева движение в сторону НАТО. Ну, видимо, в тот период уже, когда боевые действия закончатся. А вот интересно, если бы не существовало России, угрожающей, развернувшей агрессию против Украины, сегодняшний уровень демократии, там, борьбы с коррупцией и прочих замечательных вещей, тоже помешал бы Украине принять в НАТО. Чушь эта собачья, понимаете? Основная причина, она совершенно простая. И, собственно, ее не надо стесняться. Они боятся воевать с Россией. И, естественно, ну и так они начали говорить. Столкновым говорил открытым языком. А вот эти претензии, что вы не подходите к нашему замечательному клубу, еще раз повторяю, они оскорбительны для сражающейся страны, которая, в общем-то, уже выиграла за Запад мировую войну. Повторю, Путин начал не войну с Украиной, он начал войну, размахивая ядерным оружием, достичь, получить реванш за поражение Советского Союза в холодной войне. И Украина своим героическим сопротивлением эти планы уже похоронила навсегда. Еще раз повторяю свою точку зрения, что прикрываться сейчас какими-то претензиями к внутренней политической ситуации в Украине, это рецемерие. И оно не нужно совершенно. Зачем это было прибавлять? Украинцы прекрасно понимали, что умирать западные люди не готовы сейчас в Украине, им нужно только оружие в Украине. Поэтому, если говорить о, как вы спросили, о дальнейшем, все будет решаться поставками оружия. Вот, кстати, сегодня на той же пресс-конференции, от которой вы меня отвлекли, был задан вопрос очень существенный Зеленскому. Сегодня, вчера президент Макрон объявил о поставках дальнобойных ракет. А вот вы ожидаете, американцы готовы поставить ракеты? Это вопрос очень давно стоит в повестке дня. Зеленский отвечает, что очень честно, не знаю, не знаю, но я полагаю, что скорее да. Мы же видим вот эту продолжающуюся борьбу внутри американской администрации. Каждый этап новой технологических поставок вооружения сопровождается одной и той же сценой. Сначала американцы говорят, что нет, ни в коем случае нельзя. Это начиналось с Джавелинов. Нельзя, это провоцирует Путин, и он пойдет на ядерную войну или так далее. Потом то же самое с Гаубицами, Хаймерсами, Петриотсами. Эта история все время продолжается. Продолжается она из... И сейчас последние два, собственно, барьера надо преодолеть. Два табу, которые часть американской администрации накладывает нельзя. Это ЭТИКС и это Ф-16. Вроде бы все слова сказаны, все политические решения приняты, но пока их нет. То есть не видеть вот эту борьбу двух фракций в американской администрации невозможно. Но это Вы говорите об американской администрации. А что можно сказать о позиции Германии Олафа Шульца? Насколько я понимаю, то здесь тоже проявлена неактивность, скажем так, в направлении принятия Украины в рейденаты или приглашения. Как Вы это объясните, Андрей Андреевич? Ну, Вы знаете, Вольц и немецкий политический клад в целом совершил такой громадный поворот в сторону Украины за год этой войны. Но решающий момент мы помним. Это знаменитая речь Ченмайера, вернувшегося после визита президента Германии, вернувшегося после визита в Украину, где, кстати, ему довелось провести несколько часов. Бомбомбург-бережи по воздушной атаке российской. Он тогда заявил, что я был основным драйвером вот этой политики Путин-Ферштейн. Я ошибался. Я думаю, этой политикой предотвратить войну на самом случае я приблизил. И с тех пор Германия сделала громадные шаги в направлении поддержки Украины. Поэтому я бы не стал ее упрекать за отдельные рецидивы. Вот такой осторожности. Тем более, что решающую роль сыграют не дальнобойные ракеты, которые Германия решила что-то не поставлять, а в совокупности с том, что и два британские и французские модификации «Скальп». Конечно, мы все ждем. Но я уверен, что это будет. Но, как всегда, почему-то после длительного сопротивления и задержки. А цена этой задержки этой жизни украинских солдат. Решающий все-таки фактор военной помощи, это, конечно, Соединенные Штаты. Ну, в данном случае, вот вы говорили, а в 16, как я понял, американские политики говорят о том, что здесь есть запасы этих самолетов в Европе. И, насколько я понимаю, именно в Вильнюсе было, опять же, сказано о том, что 11 стран будут обучать полетам на этих самолетах украинских летчиков. Значит, вопрос тоже решен. Вопрос в том, что... Ну, вот вы, Андрей Реч, ставите проблему, что дело именно в этих самолетах, может быть, дело не только в них. То есть, сами по себе самолеты не решающий фактор этой войны. Есть и такое мнение. Ну, как, вы читали такое возмущенное интервью зауженного, наверное, в «Ошингтон-Пост», когда, ну, действительно, мы же видим в течение месяца на западной прессе вот поддерживать такое нарративо. Что так медленно развивается наступление, мы ожидали большего, а потом уже дальше проходит, стоит ли поддерживать украинцев, а может быть, стоит заняться каким-то компромиссом, поиском. Ну, он... Откровенно, конечно, меня бесят эти рассуждения. Вы посмотрите в свои доктрины военные, американские. Любое стратегическое наступление развивается при восходстве в воздухе. Самолеты... Нет одного решающего фактора, но без самолетов это невозможно. И тут я уверен, что они будут, кстати. Та же картина повторяется. Вот наша группа друзей, ну, назовем конкретно, Блинкин и Остин, их линия всегда берет вверх, и поставки идут. Но Остин и Бернс приспевают в том, что это идет с запозданием. Ну, кстати, я скажу, что самолеты, и это тоже внушает надежду, записано специальной строкой вот в эту декларацию Большой Семерки о гарантиях безопасности, оказании помощи. Там перечисляются все те вещи как раз комплексно, которые... ...на длительную перспективу. Ну, вот, кстати говоря, действительно этот важный вопрос. Страны, члены Большой Семерки приняли в Вильнюсе заявление с гарантиями безопасности для Украины. И президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал об этом заявление. Сегодня члены Большой Семерки приняли совместную декларацию о поддержке Украины и дали понять, что наша поддержка сохранится надолго. Это начало процесса, в ходе которого каждая из наших стран и любая другая страна, которая пожелает принять в нем участие, будут вести переговоры о долгосрочных двухсторонних обязательствах в области безопасности с Украиной и перед ней. Мы собираемся помочь Украине построить сильную, дееспособную оборону на суше, в воздухе и на море, которая станет силой стабильности в регионе и будет сдерживать любые угрозы. Ну, вот и, собственно, вопрос. Олег, как вы думаете, насколько вот эти гарантии Украине, они заменяют реальное членство? Насколько это серьезный документ, который обеспечит нормальную защиту Украины? Ну, я, во-первых, не думаю, что будут какие-то большие проблемы с членством Украины в НАТО. Я считаю, что это вопрос времени. Действительно, проблема в том, что воюющую страну они не могут принять, потому что они сами моментально вступают в войну. Я думаю, что этот документ будет обеспечивать, да, это некоторая такая все-таки декларация, потому что и до него Украину поддерживали, будут поддерживать, и после него. Но это важный символический во многом шаг. Это шаг, который говорит о системности поддержки. И это, ну, с моей точки зрения, это очень важный сигнал Владимиру Путину, который, конечно, хочет пересидеть, вот как он обычно делает. Вот он находится, да, больше 20 лет у власти, все эти президенты американские меняются, каждый новый хочет сделать перезагрузку, каждый новый, там, канцлер, каждый новый президент, премьер-министр. Все хотят исправить ситуацию, быстро все разрешить. Но так не бывает, так не бывает, когда вот у власти находится такой текстатор, как Путин, и он надеется, что снова придет какой-то момент и удастся все перезапустить, перевернуть страницу, как он говорит. А этот документ говорит о том, что нет, страница перевернута не будет. По крайней мере, ну, в каком-то обозримой перспективе, по крайней мере, если мы говорим о сроке, необходимом для того, чтобы Украина получила возможность для полноценного вступления в НАТО. Лично, на мой взгляд, да, я там не военный аналитик, и я, наверное, не могу назвать себя большим экспертом по международной политике, но лично, на мой взгляд, все равно речь идет, ну, скорее о нескольких годах, нежели чем о каких-то больших сроках. И все это время мы видим, что Запад говорит, мы готовы поддерживать, мы будем наращивать помощь, и это будет происходить более системно. И это правильно и хорошо, но действительно, я, наверное, с Андреем Андреевичем согласен про сроки, что это, наверное, один из самых важных вопросов, потому что действительно, без авиации, без каких-то других видов вооружения, которые будут когда-то потом, Украина теряет огромное количество просто жизни каждый день. и об этом нельзя забывать, не нужно забывать, что это реальная война, а не какая-то картинка в телевизоре или где-то еще. Я думаю, что Запад, конечно, как, ну, не знаю, как и я, как большинство российской оппозиции, недооценил изначально нерациональность поведения Владимира Путина и заранее не подготовил достаточные мощности по производству снарядов, по производству военной техники. Очевидно, что какое-то время для этого было, какое-то там полгода или какое-то количество месяцев для того, чтобы попытаться перестроить экономику на более военные рельсы, для того, чтобы можно было произвести то, что сейчас Украине нужно. Во многом задержка, по крайней мере, ранее с передачей техники или боеприпасов была связана с тем, что не все они успевали производить, и любой министр обороны или какой-нибудь советник по национальной безопасности, когда ему говорят, давайте передадим Украине, и говорят, так мы сами голые останемся, мы не можем этого сделать. Они примерно все так мыслят, потому что у них есть какие-то протоколы. И, конечно, если бы западные страны, может быть, обладая больше информацией о том, что Путин действительно готовит войну, попытались бы заранее нарастить количество техники, которой они производят, количество снарядов, то это сейчас могло бы спасти жизни по обе стороны фронта и приблизить к кончанию войны. Но мы видим, что мы обладаем силой после знания. Никто заранее все-таки не мог на 100% утверждать, были разные прогнозы, будет или не будет, и если будет война, то по какому сценарию она будет развиваться. Я думаю, что мы видим, что в целом Запад старается поддерживать Украину так, как может, и если какие-то виды вооружения он не поставлял сразу, то сейчас он, по крайней мере, говорит, что готов их поставлять и действительно поставляет. Я бы так был. Вопрос Андрею Пьянковскому, Андрею Речну. Декларация действительно говорит о том, что будут поставки современной военной техники, что страны «семерки» будут поддерживать Украину так долго, как потребуется. Активы, кстати, российские останутся замороженными до выплаты компенсации Украины. Вот есть такой еще пункт, что другие страны могут присоединиться к декларации в любое время. Вы ждете, во-первых, выполнения всех этих обязательств, во-вторых, какой-то серии двухсторонних договоров ключевых стран НАТО по вопросам безопасности как раз с Украиной, тем более, что была большая серия встреч Владимира Зеленского на этом саммите с разными политиками и руководителями Канады и Германии и в каждом случае речь идет о том, что передается Канада бронетехнику, Германия дополнительные пусковые установки Патриот, Австралия бронетранспортеры, то есть все все идет, так сказать, ну не то чтобы по плану, но по крайней мере и кажется, что помощь действительно вырастет. Какова ваша оценка вот этой гарантийной декларации? Она будет словесной или она будет действенным документом вместе с какими-то новыми соглашениями, договорами и так далее? Нет, это серьезный документ. Речь-то идет в интересах западных стран они прекрасно понимают вот тот фактор, о котором я говорил в самом начале, что Украина защищает, они не часто это повторяют, но они это знают, что Украина защищает собственно их весь свободный мир от нашествия с Востока. Собственно для этого была создана организация НАТО 70 лет назад, чтобы защитить от тогда коммунистического похода и за все эти 70 лет собственно эту функцию НАТО выполняет в первый раз украинская армия очень эффективно остановив вторую так называемую мире армия, которая последовательно перешла, прошла путь от второй армии в мире сначала ко второй армии в Украине. Это, на прочем, первая предложила такую формулу Блинкин, а потом, как выяснился, ко второй армии в России. Это все серьезно по поводу расширения количества стран. Ну, Рамштайн подсказывает нам, конечно, это же там же в этой декларации обсуждаются те же вопросы, которые каждые два, каждый месяц обсуждаются в Рамштайне. Просто теперь Украина не должна сдать каждый месяц замиранием этой встречи в Рамштайне, что же нам дадут или не дадут. В этот раз эта декларация делает этот процесс таком глобальным. Ну, это полная, мы оба говорили о том, что это полная аналогия отношений Соединенных Штатов с Израилем. Что касается развития этого двустороннего, ну, так первый абзац этой декларации прямо подталкивает союзников в этом направлении. Начинается, что мы будем проводить постоянно и на двух эти консультации и на двухсторонней и на многосторонней основе. Это все понимают в Украине. Вот мы видим, что, в общем, у нас с коллегой практически одинаковая оценка оценка саммита. Но просто я человек, который несколько часов каждый день провожу в украинской инфосреде и чувствую настроение, я вот чувствую ту оскорбленность, которая вот эти два дня украинцами воспринималась и нашла отражение в резких заявлениях Зеленского вот это предъявлением каких-то как первоклассникам каких-то условий, которые они не выполняют. Правильным шагом в этом направлении был отмен от этого МЭП. Кстати, первым об этом сказал Кулеба несколько дней назад. И в Украине удалось в этом убедить союзников. Еще раз скажу, к сожалению, вот этой такой психологической ошибкой, не учитывающей состояние сражающегося под огнем врага союзника, были вот эти рассуждения и форма Вен Кондишн Саммэт. А как у вас ощущения? Было предложение, что может быть появятся постоянные базы НАТО в Восточной Европе, для чего надо динонсировать договор или как это называется основополагающий акт России и НАТО. Вот это, как вы думаете, будет сделано? Насколько я понимаю, в документ пока это не попало. Ну, по-моему, он де-факто уже, он не существует. Я помню этот договор, я принимал участие еще в разработке его тогда, это было таким достижением Козыревского Министерства иностранных дел. Ну, сейчас формально он, может быть, и не нарушен, потому что эти на основе ротации там располагаются вооруженные силы, но уже сейчас такие цифры, что в его рамках трудно держаться. Ну, я не знаю, он мертвый, там, кто-то должен заявить, что он не существует, или российская, или НАТОвская сторона. Это несущественно. Существенно то, что впервые НАТО разработало конкретные планы отражения агрессии России. Не в терминах там направить туда усилить восточный фланг там на столько-то тысяч солдат, а в плане сценариев, конкретных рабочих сценариев нападения России, его отражения. И вот массивные военно-воздушные маневры две недели назад как раз были первым таким примером. Ну, конечно, в Украине все люди нормальные подумают, как хорошо, если бы эти 800 самолетов были бы не в воздушном пространстве Германии, Польши, а оказались бы несколько восточные в воздушном пространстве России. Ну, это тоже сейчас уже твердо обещано. Это будет вопрос во времени. Но, как мы все согласились, что это время имеет свою очень тяжелую цену. Но еще один пункт это члены НАТО увеличат военные расходы на 8,3 процента уже в этом году. На ваш взгляд, это достаточный рост, который позволит противостоять путинским угрозам, покажет, что и НАТО готово ответить на новые угрозы и готово оказывать Украине военную помощь в долгосрочной перспективе. Да, вы знаете, на путинскую угрозу может решительно подействовать появление завтра сотни, а еще лучше две самолетов F-16 с украинскими летчиками, за что это вообще бы решило исход войны. Поэтому Украине бесит вот эти нарративы о том, это очень популярно в американском политике, ну и в России, даже в такой либеральной среде популярно такое рассуждение. Ну вот, видите, Украина, конечно, она жертва агрессии, мы все ее сочувствуем, но она же все равно не может победить русских Украина. Война приходит к такой стадии патовой, и нужно думать о том, как из нее выходить путем переговоров. Ну, когда об этом говорят американцы, ну, это очень странно, как будто они говорят абстрактные вещи. Эта патова или не патова ситуация зависит от простых решений Соединенных Штатов, от той же сотни самолетов Ф-16 резко изменит ситуацию. То есть, все это управляемо, управляемо Западом. Ну, и вот в ближайшие месяцы это как раз будет внутри Соединенных Штатов как закончится процесс конфликта между двумя проукраинской, я бы так сказал даже про путинской группировки внутри Байденской администрации. Олег, а вы что думаете вот все-таки по обуровне финансовой помощи и военных расходов? Ну, в конце концов, бюджеты западные не резиновые и практически в каждой из европейских например, стран тоже есть группы или политические партии, которые выступают более изоляционистских позиций. В данном случае не может как-то сказаться на общей атмосфере? Или это отдельные какие-то силы, группы, которые могут привлекать внимание к этой проблеме, но повлиять серьезно на сложившуюся обстановку уже не могут? Это хороший вопрос, и я думаю, что если мы говорим про среднесрочную перспективу, то, конечно же, ни на что это повлиять не может. Но внутренняя политика во многих странах развивается по не самым стандартным сценариям. Мы видим, что, например, в Германии популярность большую набирает партия ФД, становится одной из самых популярных партий, и она, конечно же, настроена, скажем так, во многом, если не про путинский, то, по крайней мере, близко к тому. Мы видим, что и в США самым популярным кандидатом в президенты республиканской партии, например, является Трамп, если мы говорим про настроение тех, кто будет участвовать в праймарис, и, конечно, его позиция будет сильно отличаться от позиции Байдена, если результаты выборов сложатся так, что победит Трамп, хотя я лично считаю это маловероятным. Я думаю, что загадывать здесь достаточно сложно, и я думаю, что мы можем говорить только, наверное, о трех значимых факторах. Первое, это отсутствие каких-то значимых побед у российских войск, так или иначе. второе, демонстрация Украины тоже и военных успехов, и успешности в отражении каких-то российских атак. Я думаю, что вот эти два главных фактора, влияющие на настроение элиты, и, может быть, в принципе, населения западных стран. Ну и третий фактор, да, вот эта непредсказуемая часто внутренняя политика, чем дольше идет война, тем выше шанс, что в какой-то стране, которая принимает важные решения, к власти может прийти какое-нибудь правительство, которое настроено на то, чтобы перевернуть страницу. Андрей Ильич, что Вы скажете о перспективах трампистского изоляционизма, вот этой действительно странной линии бывшего президента и возможного кандидата? Ну, если лично о Трампе, я согласен с Олегом, просто сейчас мы же заметили позицию эстеблишмента республиканской партии, они выбрали избирательную стратегию совершенно противоположную Трампу, они атакуют Байдена за недостаточную поддержку Украины, это делает и новый спикер Палаты Маккарти, и председатель комитета по иностранным делам Макку, я думаю, несмотря на популярность Трампа среди такого американского позволя себе такой термин использовать быдло, эстеблишмент республиканской партии сделает все возможное, чтобы он не получил номинацию, но хотя бы потому все опросы показывают, что Байден, единственный кандидат республиканцев, которого Байден надежно выигрывает, это Трамп. Вот. Мне кажется, что каким-то образом они раскрутят либо Пенс, либо вот вчера, кстати, уже как реакции на саммит в Виннесе выступили два кандидата республиканской партии, вице-президент бывшей Пенс и Ник Хелли, она, помните, была представитель Северного штата, они критиковали резко Байдена, опять же, за недостаточную помощь Украине, но они не требовали, Ник Хелли даже говорил о том, что Украину надо принять в НАТО немедленно, Пенс более осторожно высказал, но вот как раз я думаю, что республиканский аппарат он поставит на кого-то из этих кандидатов, потому что они же долго полагали, что Десантис выиграет у Трампа, но как раз Десантис ему оказался никакой по сравнению с Трампом, в общем, я согласен с тем, что Трамп не получит номинацию, а может как раз республиканский кандидат с более жесткой, чем у Байдена позиции, в любом случае следующий человек в Белом доме будет 21 января 25-го года, я думаю, до этого времени Украина уже одержит победу. Ну, я бы обратил внимание еще на Россию, на, собственно, как реагируют на вот эти вот сообщения из Вильнюса, что думают в Москве, давайте послушаем и коротко обсудим. Она хочет защиты. У них будет более пути водные, открытые на нашу сторону, вот только вот это. Наверное, здесь ситуация, которая сложилась. Может, как предлагают израильский вариант, может, на эту поедут. Помощь, помощь, помощь. Я не думаю, что примут Украину, НАТО. Это стремится их власть. Чтобы им дали больше денег. Но они понимают, что его не возьмут в Альянс сейчас, скорее всего, потому что НАТО тоже не совсем дураки сидят. Ну, естественно, для нас это абсолютно не нужно, для России. Для них поддержка нужна, естественно, европейцев. Мне кажется, все только в целях безопасности происходит. И с нашей стороны, и с их стороны. Мне кажется, что это не сильно обдуманное решение. Я думаю, что Россия все равно не позволит вступить Украине в НАТО, потому что они как бы граничат государство рядом с российским государством. Немедленного вступления, но они вроде давно этого хотят. какие угрозы несет, наверное, приближение к нашим границам. Ну, вот такие разные мнения в Москве у граждан. Я бы спросил Олега Степанова, собственно, что Путин, что режим, как он будет реагировать на те решения, которые приняты в Вильнюсе. Тем более, Песков уже высказался, что гарантия безопасности Украины поседает на безопасность России. Я не думаю, что слова Пескова имеют какой-то большой смысл, если честно, потому что ранее Путин требовал не вхождения Украины в НАТО, чтобы он на нее не напал. В итоге он напал, но и логично, что у него нету каких-то других дополнительных козырей. Ну что, он может угрожать, он может быть недоволен, он может совершить какую-то очередную подлость. Но особенно после мятежа Пригожина, как я понимаю, у западных лидеров, которые принимают решения, немножко пропало вот это вот ощущение, что Путина можно разозлить, можно перейти за какие-то вот эти красные линии. Мне кажется, что он не так много чего может сделать. Да, у него есть красная кнопка, ну как бы в этом мало приятного, но никаких-то других больших рычагов на что бы то ни было влиять у него нет. И мы видим, что и традиционные так сказать союзники Путина, те, кто я говорю может быть про Турцию, я говорю может быть про Китай, они не испытывают какого-то большого радости по поводу войны, скажем так. Они скорее хотят, чтобы она быстрее прекратилась и чтобы Путин так или иначе отстал от Украины, просто у каждого из них свои интересы. Я думаю, что в целом вхождение Украины в НАТО, как я уже говорил, это просто вопрос времени. И мне очень жалко, что например Россия, которая даже в начале Путина еще сама шла в НАТО, вряд ли в каком-то обозримом будущем сможет войти в этот альянс. Но в любом случае вхождение Украины в НАТО это безопасность и для России тоже. Это гарантия того, что не будет следующей кровавой войны, которая стоит десятки, сотни тысяч жизней по убедению фронта. вопрос Андрею Пянковскому. Андрей Андреевич, как Вы прогнозируете реакцию Москвы, Кремля на сегодняшние события? Что ждать от системы Путина, которые говорят, что она может быть ослабла после Путина, а может быть и не ослабла? Нет, ну система личной власти Путина не наслабла, ведь это любой криминальной структуре, а российская власть это криминальная структура. На чем сдерживается основная власть? Не на каких-то электоральных процедурах, никто же в эти смешные выборы не верит, а как на подчинение основных членов вот этой преступной организации. В любой банде, когда по хану бросается вызов и этот вызов остается безнаказанным, это означает автоматическое понижение его статуса и его власти, это путь к потере власти. Есть разные, много можно спорить о разных теориях, кто стоял за Пригожиным, но вывод это один. Мы помним Путина утром 24-го, когда он в бешенстве кричал и требовал немедленно уничтожить, раздавить и так далее. И что за этим последовал? Последовал никто из военных не предпринял шаги к ликвидации этого материя. Более того, Пригожин взял штаб Южного округа и на скамеечке там очень дружелюбно беседовал с двумя высшими генералами. Это кстати услышали на Западе во всем мире. И вот эти пять ятаганов Эрдогана в спину Путина неожиданно это тоже следствие ослабления его позиций. И вот некоторое продвижение казалось бы таких уже совсем сложных вопросов как передача передача кассетных боеголовок это тоже тоже меньше меньше оглядывания на Путина ведь Байден же сказал на второй день мятежа при все его упреках к нему возможных он сказал Путин абсолютно викинг я думаю что он знает об этом лучше чем мы с вами потому что американцы рутинно просто прослушивают телефонные разговоры в бунке а в целом в ходе войны проигрывают часто в серьезных затяжных войнах тот у которого разваливается внутренний фронт так вот этот мятеж показал что по крайней мере русская Россия оказалась менее устойчивой структурой чем Украина в этой войне спасибо Андрей Пянковский был сегодня с нами и Олег Степанов тоже всего доброго Студия подкастов Радио Свобода Человек имеет право Время свободы Американские вопросы Кавказ подкаст Атлас мира Цитаты свободы Скучно не будет Слушай на всех подкаст-платформах Просто надень наушники Подкасты Радио Свобода Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода Свобода.орг Сибриал.орг и Севриал.орг